Начали! Работаем широко! Перед выходом в море юные пловцы проводят разминку и так называемую сухую тренировку. Это комплекс базовых упражнений. Занятия уже четвёртый год проходят на одном из пляжей в Каспийске. Обучением занимаются тренеры Федерации плавания. Этот благотворительный проект реализуется при поддержке дагестанского филиала «Русгидро». Кто-то в течение недели учится держаться на воде и уже передвигаться на воде в стрелочке, ну, с задержкой дыхания. Конечно, с дыханием это тяжело будет. С дыханием кто-то через месяц обучается, кто-то через полтора, а кто-то через два месяца. По крайней мере, боя из воды у них уходит и держаться на воде. Они на спине почти все учатся плавать. На животе нужна, конечно, общая физическая выносливость у них. После тренерского инструктажа по команде дети заходят в воду, где отрабатывают полученные навыки. В первую очередь их обучают самым простым приемам плавания. С первых дней каждый вечер занятия посещают уже порядка 60 детей. По ходу сезона плавать научатся около 200. Мухаммад Ахмедов приходит сюда каждое лето. Четвероклассник умеет работать разными стилями. Здесь он помогает тренеру в работе со старшей группой. Мне понравилось тем, что учитель очень хороший, очень хорошо учит. Учит он нас плавать на животе, на спине, кролям, брасам. А вот этим ребятам как думаешь, что им надо делать, чтобы научиться так, как ты плаваешь? Опыт и старание. Тренировки призваны повысить культуру плавания и тем самым снизить количество несчастных случаев на воде. Прийти и обучиться о замплавании могут дети от 7 до 14 лет. Занятия будут проходить до конца летнего сезона. Курбан Рагимов, Магомед Абдулмуталибов и Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.